Многофункциональные центры Севастополя, да и во всей стране, могли бы оказывать услуги не только населению, но и бизнесменам. Проект в настоящее время обсуждается на федеральном уровне. Что выгоднее делать в регионах отдельные центры для предпринимателей или расширять перечень уже существующих МФЦ? Эта тема стала одной из главных в пятницу на заседании профильной конференции. Более 90% уже МФЦ открыты. И рассматриваются действительно два варианта сейчас. И оказание услуг для бизнеса в отдельно выделенных помещениях. И в частности оказание услуг на базе МФЦ. Я думаю, что уже регионы в процессе больше проработки данной темы будут совместно, в том числе с методологами, с Министерством экономического развития, принимать решение с точки зрения посещаемости конкретных МФЦ, каким образом оказывать эти услуги. Стартовал пилотный проект по МФЦ для бизнеса. И здесь мы исходим из того, что такие дополнительные окна могут открываться как в действующих МФЦ, при условии, что не будет потери качества услуг, не будет очередей и так далее. То есть мы можем дополнительные окна открывать в МФЦ в действующих, так и новые МФЦ и центры создавать, которые будут ориентированы на предоставление услуг для юридических лиц. Организация электронного взаимодействия – одно из ключевых направлений плана развития системы предоставления услуг на базе МФЦ до 2018 года. Очень важно уйти от бумаги, чтобы снизить издержки, уменьшить сроки. Это всё в итоге будет влиять на качество повышения, качество услуг и повышать уровень этих услуг. Существенный прорыв даже не в развитии, а скорее создание МФЦ в Севастополе был в прошлом году. Здесь с нуля организована работа девяти многофункциональных центров на 80 окон. Теперь главная задача – ежемесячно увеличивать количество госуслуг. С января месяца с четырёх услуг мы довели количество услуг до 26. К концу года планируем порядка 100 услуг оказывать населению непосредственно в МФЦ. 1 июня мы начали тестовую эксплуатацию регионального сегмента межвездомственного электронного взаимодействия. Практически первый абонент, которого мы планируем подключить – это МФЦ, что позволит отказаться от обмена бумажными документами, в первую очередь с МВД, при получении услуг МВД с пенсионным фондом и так далее. Один из пунктов 601 указа майского президента выполнен. В части, касающейся более 90% оказания государственных и муниципальных услуг, доступ граждан к получению государственных и муниципальных услуг. То есть сейчас в Севастополе работает девять многофункциональных центров, где ведётся приём оказания выдачи услуг в 80 окнах. По итогам конференции все предложения по расширению сети МФЦ будут переданы в Министерство экономического развития Российской Федерации. Святослав Данилов, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал «Севастополя».